Сейчас смотрят не на соперников Кличко, а все идут смотреть Кличко. Кто бы против него не уходил в ринг, мы все равно будем смотреть его бой. Хотелось бы более серьезных оппонентов увидеть. Но на сегодняшний день такая ситуация в супертяжелом весе, что такие ребята, как Ля Пай, Франческо Пионетто, они иногда нужно с такими тоже боксировать. Он, безусловно, боец. Он будет, я думаю, до последнего боксировать и драться за свое будущее. Получит самый большой гонорар. Но каких-то особенных нюансов в его технике я не увидел, чтобы он смог достать Кличко. Просто парень с таким действительно большим храбрым сердцем. Там не так заслуга липая, как отвратительная форма Бойцова. С чем это связано, можно только догадываться. Но есть слухи, что и со здоровьем проблемы, и с промоутером были какие-то там разногласия. Он долго судился и так далее. Долгий простой у него был. Я следил за карьерой Бойцова. Действительно, парень демонстрировал очень высокий уровень. Я даже его где-то выше ставил по Веткину одно время, то есть по уровню. А то, что он показал в кодинке с Ля Пай, это был не его уровень, это вообще не Бойцов был в ринге. Я думаю, что все, кто следят за супертяжелым весом, согласятся. Болгарин Кубрат Пулев, тоже официальный претендент, только по версии IBF, который уже очень долго ждет встречи с Кличко. Это как раз такой наиболее достойный соперник и интригующий. Там будет не так все легко для Кличко. Кличко.